Одесса, 6 октября 2022 года. Оперативное командование ЮГ информирует. На Южном фронте за прошедшие сутки наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 350 огневых задач. Потери врага. 58 военнослужащих, 9 танков, 17 единиц автобронетехники, 4 крупнокалиберных гаубицы М-100С и М-100Б, 1 самоходная гаубица Акация, 1 командно-штабная машина, 1 система реактивно-залпового огня ГРАД, 1 противотанковый ракетный комплекс. По уточненным данным оперативного командования ЮГ, враг сегодня ночью пытался атаковать Одессу и область дронами Камикадзе Шахид-136. В результате слаженной работы нашего ПВО удалось сбить все 9 дронов. Сегодня в Одесской области будет контролированный подрыв боевой части ракеты, которая недавно упала в нашем регионе и не взорвалась. Новости из Апоебрика. В Государственной Думе России разрабатываются документы, которые позволят принять госсобственность Марианскую впадину. Примите слова самой искренней благодарности за ваши дружеские, сердечные и теплые комментарии в адрес моей любимой Родины и моего замечательного города. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всего вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова